В прошедший период институт передал флоту 35 различных образцов торпед. Первый ядерный боеприпас для торпедного оружия в СССР создали на два года раньше, чем в США. Таким образом, дизельные подводные лодки могли на равных противостоять любым кораблям стран блока НАТО. Строительство таких субмарин развернулось сразу на пяти заводах. Вскоре произошло их первое столкновение с кораблями вероятного противника. Холодная война набирала обороты и в Средиземном русском театре, весьма значимом в оперативно-стратегическом плане театре, нависла реальная угроза нашим военным объектам и территории Советского Союза со стороны 6-го флота американского. В декабре 1959-го лодка С-360 молодого командира Валентина Козлова возвращалась от Гибралтара из разведывательного похода к базам НАТО. Неожиданно экипаж получил задание найти флагманский крейсер 6-го флота ВМС США «Демойн» и записать его акустический портрет. Пошло сближение. Записи шумов эти продолжались. Мы на торпедном автомате стрельбы со старшим помощником проводили расчет на выход в торпедную атаку. Умело маневрируя, советская подлодка оказалась в середине строя кораблей и обнаружила, что над крейсером развивается флаг самого президента Соединенных Штатов Америки Дуайта Эйзенхауэра. Обнаружив американский крейсер под флагом президента США, командир советской эски Валентин Козлов захотел документально подтвердить этот факт. Тут как бы такой охотничий инстинкт у командира. Еще и сфотографировать. Я полагал, что отряд уже этот прошел. А, кстати, насчитал 5 кораблей охранения акустики и вот этот крейсер. Я решил вот подсплыть. Американцы заподозрили неладное. Один из эсминцев застопорил ход над лодкой и стал ждать, пока она себя обнаружит. Только на третьи сутки Валентин Козлов сумел вывести свой корабль из района. За нарушение скрытности и невыход на сеанс связи с Москвой в главном штабе решили наказать командира. Через некоторое время в американскую прессу просочились сообщения о скандальной оплошности моряков США во время возвращения Эйзенхаура с Ближнего Востока. Выручил Никита Сергеевич Хрущев. Наши были, были наши подводные. Вот какая? Вот С-360, Козлов. Поощрить подводников. Вот. Что они вот учинили беспокойство в Средиземном море. Саму президенту Союза, что оберегает. В том походе Валентин Козлов был готов в случае приказа уничтожить цели противника. Интересно, что тогда подлодки выходили в море, имея торпеды разных типов. И командиры использовали преимущество каждого из них. На борту дизельной С-360 наряду с тепловыми находились и электроторпеды с мощным зарядом. САЭД-50. На них была установлена новейшая система акустического самонаведения, позволявшая находить корабли противника по шумам винтов. Однако электрические торпеды обладали невысокой скоростью и дальностью хода. Когда же появились первые подводные атомоходы, они научились компенсировать этот недостаток стремительным предзалповым маневрированием. На учениях это ярко продемонстрировала лодка Валентина Рыкова. Это была первая призовая стрельба атомных подводных лодок. Чем я горжусь, это что мы стреляли с дистанции 22 Кабельтова, и все пять торпед прошли под крейсером. Помимо подлодок, торпедами вооружались морская авиация и все классы надводных кораблей. Бурно развивавшегося флота СССР. Эйсеры, эсминцы, сторожевики. Продолжали строиться и уникальные носители этого оружия – торпедные катера. Этому не помешало даже появление крылатых ракет, названных главкомом ВМФ Сергеем Горшковым, «Национальным морским оружием». Их совместный с дальноходными торпедами удар был практически неотразим для противника. В то же время состав ВМС стран блока НАТО постоянно пополняли корабли со все более высокими характеристиками. Совершенно секретно. 25 сентября 1960 года. Москва. Министру обороны СССР, маршалу Советского Союза Родиону Малиновскому. США спущен на воду первый в мире атомный ударный авианосец «Энтерпрайз» водоизмещением 89 тысяч тонн. Ожидается, что он будет обладать боевыми возможностями, в два раза превышающими стандартные. Количество ядерных боеприпасов на борту – 104 единицы. Авианосец планируется использовать при охране атомных кораблей, ракетных крейсеров типа «Лонг Бич» и фрегатов типа «Бэнбридж». Главнокомандующий ВМФ СССР, адмирал флота Советского Союза Сергей Горшков. Для борьбы с авианосными соединениями НАТО, имевшими сильную противолодочную оборону, дальности существовавшего оружия было уже недостаточно. И в середине 60-х годов советские конструкторы создали новые торпеды с более мощными тепловыми двигателями. В качестве окислителя в них использовался как кислород, так и перекись водорода. Центром проектирования этих образцов стал филиал гидроприбора, расположенной в городе Ломоносове. Будущий НИИ «Мортеплотехника». Уже в 1957, в 1961 и в 1965 годах, оцените сроки создания новых образцов, были созданы уникальные по тем временам, по энергетическим характеристикам торпеды. Незамеченными подойти к авианосцу могли только подводные лодки. Но вести прицельную стрельбу по такому гиганту, прикрытому кораблями охранения, им было крайне трудно. Кроме того, американцы еще в годы Второй мировой войны научились противодействовать системам самонаведения торпед. Чтобы решить эту проблему, советские ученые первыми в мире создали новое торпедное устройство, которое обнаруживало кильбаторную струю корабля и обеспечило его дальнейшее поражение. Наши торпеды в свое время устанавливали разного рода рекорды, которые заносились в книгу Гиннесса. Ну, в частности, торпеда 53-65, она имела скорость почти 70 узлов. Нет такой торпеды большего в мире. Это была первая сторона торпеда калибре 533. Однако тепловые торпеды имели существенный недостаток. Их характеристики резко падали на большой глубине. При этом их поршневые двигатели или турбины издавали сильные шумы, что демаскировало атаковавшие корабли. К тому же в торпедах применялись крайне агрессивное и пожароопасное топливо и окислитель. 6 мая 1968 года на одной из подлодок Черноморского флота произошло чрезвычайное происшествие. Загорелась торпеда, заправленная перекисью водорода. Наличие в ней боеголовки, содержавшей 300 килограммов взрывчатки, делало ситуацию непредсказуемой. Вина людей торпедно-технической базы. Боевую торпеду приготовили как практическую. А в практической, в конце хода дистанции, предусмотрен выброс лишних компонентов, перекисью водорода, за борт. Так вот у нас выброс произошел в отсек. Не менее 150 литров. И мгновенный пожар. Экипажу пришлось несколько часов бороться со стихией. К счастью, этот инцидент закончился благополучно. Но часто пожар в ограниченном пространстве, забитом боезапасом и другими опасными предметами, имел фатальные последствия. Чтобы сделать тепловую торпеду менее опасной, конструкторы гидроприбора были вынуждены серьезно ее доработать. Она взрывобезопасна при воздействии ударов, ходовых вибраций, при воздействии теплового поля пожара с температурой до 600 градусов. Она не взрывается при прострелии пулей и воздействии осколков. Порой помощь в создании новых образцов торпед приходила советским конструкторам с неожиданной стороны. Однажды в гидроприбор доставили совершенно секретный груз. Это была малогабаритная американская торпеда непривычного калибра. Со слов сопровождавших ее офицеров, она якобы случайно попала в сети кубинских рыбаков. С конструкторов, которых допустили изучить трофей, взяли строгую подписку о неразглашении тайны. Однако, вскрыв ящик с грузом, они с удивлением обнаружили там кроме торпеды и подробное описание ее устройства. Советский аналог, превосходивший американский образец,